Привет, привет, друзья мои! Хотела показать вам пичуги. Сколько тут много пичужек ко мне налетело. Я сижу на солнышке, солнечные ванны принимаю. Никого нет абсолютно. Вот лавочки расставили вот так вот, видите, друг от друга. Вот здесь я сижу, там поставили еще другую. И вокруг меня больше нет. Ой, вы знаете, что интересно? Друзья, может быть, кто-то, конечно, не согласится со мной здесь. Но я вот опять думаю, что природа сейчас от людей просто отдыхает. Это неприятно, наверное, нам осознавать, что мы настолько задолбали уже, так в кавычках говоря, всю природу. И мы этого не замечаем, не замечали. Вот то, что мы невосполнимый урон ежедневно наносили. Да, так вот, в дополнение к сказанному, я нашла недавно информацию, что Венеция, в Италии, там же сейчас очень страшная вот эта пандемия. И вирус поразил Италию. Почти самая сильно пострадавшая страна Европы, это Италия. Так вот, Венеция. И сказали сейчас, в связи с тем, что там никого нет, туристов, вот уже месяц нет людей на улице. И остановились, конечно же, все катера, которые там по каналам курсировали. Остановилось все это гондолы и весь этот туристический бизнес. И представляете, что говорят, что впервые за, может быть, десятки лет становилась и вода, впервые за десятки лет, вода в этих каналах стала прозрачная. И она очистилась, просто естественным образом очистилась вода в каналах Венеции. И говорят, что там даже уже стали замечать рыбу. Я в Венеции не была, не знаю, но вот для меня это крайне интересно. И это на самом деле говорит о том, что насколько люди все засоряют вокруг себя, загрязняют, и даже не подозревая об этом. Я же ведь, в общем-то, не думаю, что в Венеции кто-то специально хотел загрязнить эти каналы, всю эту красоту испортить. Нет. Но вот своей деятельностью оказывается, люди даже, как говорится, день за днем наносят урон, который потом вытекает вот в такие колоссальные проблемы. Ну, вот мои такие по этому поводу размышления. Может быть, на самом деле, как говорят сейчас, что после победы над этим коронавирусом, человечество проснется в другом уже измерении и в другом мире. А еще хочу вам показать вот это вот такая парковка здесь на Куэр-Эбе в этом аббатстве. Обычно, когда я приезжаю сюда, здесь место найти трудно. И бывает, что даже и не нахожу место парковочного. А сейчас, посмотрите, стоит только одна моя машина. Вот насколько все испугались коронавируса и насколько все сидят сейчас дома. Так вот, здесь и раньше очень много было печужек, и они все пели. А сейчас это просто со всех сторон. Послушайте. И какие великолепные дубы опять. Мне почему-то вот дубы, они напоминают кружева. Своими такими причудливо изогнутыми ветками. Вот посмотрите, как это здорово. Ни одно дерево, кроме дуба, вот такие витиеватые и изогнутые ветки не имеет. Насколько красиво, насколько здесь тихо, и как великолепно сейчас постепенно заходит солнце. И вот эта вот тишина такая, вы знаете, и даже иногда, мне кажется, что вот наедине с природой, вот в такие вот великолепные дни, есть возможность побыть самим собой, подумать, все взвесить, подумать о своей жизни, вспомнить своих родных, вспомнить своих друзей, может быть, взвесить что-то, и может быть, принять какие-то новые решения в своей жизни. Вот, наверное, вот это вот именно нам время дано для осмысления себя, для понимания себя. Вот, по крайней мере, для меня воспринимается вот эта история, как такая, знаете, остановка и возможность все обдумать, все осмыслить. И, может быть, если кто-то считает, что что-то в его жизни не так идет, то попытаться найти какой-то другой путь. Ну, я не говорю о каких-то глобальных вещах, я говорю просто о каждом конкретном человеке и его мире. Я когда-то хотела показать вам, как цветут вот эти вот шпалерные груши. Наверное, помните, что они меня когда-то поразили. Ну, вот я не знаю, я стала называть их шпалерные груши, вот такие плоские, которые здесь растут вдоль всей вот этой кирпичной стены. И они очень сильно цветут, я рассказывала вам, и очень много здесь на них груш потом вызревает, очень вкусных. Но как-то я не заставала того времени, чтобы вам показать именно их цветение. А вот сейчас, видите, получилось так, что я застала, когда цветут красиво эти шпалерные груши. И вот то, что вам обещала, в конце концов, не прошло и трех лет, как говорится. Обещанного три года ждут, я имею в виду, да. Вот мы и увидели, как цветут эти шпалерные груши. Здорово, мне нравится. Я по мере возможностей и своих сил стараюсь все-таки все свое обещанное выполнять, все свои обещания. Как тут говорят, бывают такие форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, которые от нас не зависят. Вот, ну, тем не менее. Понимаете, друзья, если бы вы сейчас увидели, в какой позе я стою здесь, чтобы вам эти цветочки снять поближе, красиво. Остатки уже наших цветущих нарциссов, вы бы, наверное, расхохотались со стороны. Знаете, это, как говорится, анекдот такой есть. Объявление в публичном доме. Объявление в замочную скважину за сексуальными утехами. 200 рублей. И дальше. Объявление за наблюдающим в замочную скважину за сексуальными утехами. 500 рублей. Вот это из той серии. Очень красивая картинка, просто шикарная. По крайней мере, я смотрю на экран своей камеры, и я наслаждаюсь этой картинкой замечательной. Она настолько яркая, солнечная и красочная, сочная, что даже мне не хочется отсюда уходить. Мне хочется вам продолжать показывать эту красоту. Хотя, вот я сейчас поверну в свою камеру, и вы увидите, что солнышко у нас уже клонится к закату. И все равно, насколько красиво. Видно ли вам солнце среди кроны вот этого дуба? Оно уже идет на закат. Я же, как вы понимаете, все-таки пытаюсь быть на позитиве, несмотря ни на что. Хотя иногда и трудно, конечно. Ну вот я вам сделала такое видео, я тут гуляла недавно, про барашков и про здесь овечек шикарных. И вот что там с ними случилось. Это просто было очень смешно. Я думаю, что вам понравится. Посмотрите, пожалуйста, и послушайте. Классные маленькие, посмотрите, ягнятки. Вот так. Какая сегодня тут у них какафония. Что случилось? Что случилось? Бараны, почему вы орете? Что-то случилось у них. Они так никогда не орали. Ой, мама, не кормленные. Вот как. Никогда не слышала, чтобы так орали они. И чего они тут орут? Обычно тихие барашки. Ну и на этой позитивной ноте, я думаю, что вам понравилось и вам немножко подняло настроение, вот это вот такая песня баранов. Я прощаюсь с вами, друзья. Как обычно, желаю вам всем всего хорошего. Прежде всего здоровья. Не унывайте. Берегите себя. Будем на позитиве. И мы победим вместе любую невзгоду и любую заразу. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok